Низкий поклон всем солдатам, всем, кто жил, кто жив, хотя их осталось очень мало. И, ну, просто низкий им поклон. Просто я не могу больше сказать ничего. Спасибо за эту победу, за нашу жизнь, за жизнь наших детей и внуков. Большое-большое спасибо. Мы их не забудем никогда. Ольга Винова сознательные годы прожила в поселке Октябрьском. День Победы – самый ее любимый праздник. В этом году, находясь в самоизоляции, возможности отметить праздник с друзьями в компании земляков у поселкового мемориала не представилась. Сегодня с утра с удовольствием смотрю фильмы военные, и слезы льются. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте Этот День Победы запомнит вся Россия. Вместо того, чтобы пройти традиционным бессмертным полком по улицам населенных пунктов Михайловского района, что стало невозможно в связи с пандемией и опасной инфекцией, в Михайловском районе были использованы новые форматы проведения акции и празднования народного и горячо любимого праздника. Песня «Песня «Песня» Ровно в полдень 9 мая многие из жителей поселка вышли на балконы своих многоквартирных домов, чтобы всем вместе исполнить любимые песни военных лет. Работники Михайловского районного дома культуры вдохновили жителей поселка на совместное празднование Дня Победы без возможности тесного контакта друг с другом. Это праздник, День Победы. Это, мне кажется, самый главный праздник в сердце каждого человека из нас. Мы не должны забывать, какой ценой досталась нам эта победа, сколько людей погибли ради того, чтобы мы сейчас были все счастливы, жили свободно, дышат, мирное небо над головой светило. И вот сегодня с утра встали, послушали обращение президента, посмотрели авиационный парад, посмотрели парад в Крыму морской, флот морской наш, и пришли сюда к бабушке. Хотя у нас карантин, но мы соблюдаем все меры безопасности. И вот эта акция вызывает очень такие радостные чувства, воздушные, что даже в такой ситуации сейчас страна находится, но мы не забываем, что все люди поддержали, все были очень рады, никто не оказался равнодушным. И даже четырехлетняя внучка Ольги, как и все ее родственники, ждала главный патриотический праздник нашей страны, готовилась к нему заранее и выучила вот такой стишок. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Филверк взлетает в небо, Рассыпается, там и тут. Мы расстанемся с тобой, Лен зеленый, Как лен кудрявый, Да раскудрявый, Невизной, Вместо этой эры. Раскудрявый, Лен зеленый, Невизной, Я влюбленный, И смущенный при тобой, Зелен зеленый, Такую сделали акцию, Это даже я не могу передать. Мне кажется, для такого тяжелого времени, Для вот этого, Из-за этого коронавируса, Что мы не можем выйти все вместе поддержать, И так все организовать и сделать. Я хочу выразить большую благодарность Сидору, Нашему ЖКО. Это просто, Ну нет слов, Хотелось петь, Хотелось, Вот было бы, Если бы можно, Можно было бы выйти, И вместе с ними. И мы подпевали, Пели песни, Выпускали шары, В общем, Все было замечательно, Очень понравилось, Почаще по таких акций, По большему. Желаем вам мирного неба, Всего-всего самого хорошего, 75 лет победы, Представьте себе, 75 лет назад, Мы первый раз праздновали День Победы. Поем! День Победы, Как он был от нас далек, Как в костре погухшем Таял луголед. Были версты, Обгорелые пыли, Этот день мы приближали, Как могли. Это день Победы, Порокам, Роман, Это праздник с единою на вискат, Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, И вместе! Дни и ночи у мартеновских печей Не смыкала наша родина чей Дни и ночи під двутрунною пыли Этот день мы приближали, как могли Это день победы, порогам пропад Это праздник с единою на висках Это радость со слезами на глазах День победы, день победы День победы День победы, день победы, день победы